Кислый напиток, как переводится квас со старорусского, всегда любили и крестьяне, и дворяне. И сейчас он пользуется большой популярностью, особенно летом. Самый простой способ насладиться вкусом хлебного напитка – купить готовый в магазине. Но внимательно читайте состав, иначе рискуете вместо натурального продукта глотнуть обычной газировки, которая квасом только пахнет. В самозванце обилие ароматизаторов и красителей. Из натурального там, пожалуй, только вода и сахар. Распознать не квас еще до покупки можно по номеру стандарта. Квас изготавливается по ГОСТу. ГОСТ заканчивается цифрами 2012, то есть это год, когда его утвердили. Квасные напитки идут по другому ГОСТу, там номерация другая, там 14-й год. Натуральный квас может быть разных видов. Часто он пастеризованный, иногда нефильтрованный. У таких напитков может выпадать осадок – это нормальное явление. Также на цвет натурального кваса могут влиять дополнительные ингредиенты, например, фруктовые соки. Но состав по ГОСТу всегда одинаковый. Квас состоит из очень простых компонентов. Это вода, сахар, но, собственно говоря, закваска, которая может получаться либо из сухого кваса, либо добавляется квасное сусло, либо солод. Может быть также использована ржаная мука, как элемент заквашивания. Единственное, могут быть некоторые добавки, которые увеличивают срок хранения этого напитка. Например, регуляторы кислотности. Квас для окрошки производители иногда добавляют хрен. А если готовите напиток дома, можно положить несколько изюминок. Тот, который мы делаем сегодня – это квас для окрошки. Вообще, в зависимости от того, для чего вы хотите сделать, для питья, регулируется только, наверное, содержание сахара. Из-за этого он послаще, соответственно, уже можно для питья использовать. Ингредиенты у кваса простые, недорогие и их легко найти в магазине. Так что решайтесь на приготовление хлебного напитка дома. Вот вам рецепт от профессионала. Для начала нужно приготовить закваску. Для нее мы используем, значит, квасное сусло. Берем его 2 столовых ложки, 2 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки ржаного сусла. Также понадобится 2 столовых ложки сухой квас. Все это мы смешиваем в 700-граммовой банке, заливаем туда теплой воды и оставляем на сутки, чтобы оно у нас дошло до кондиции. Этой закваски хватит на 2 трехлитровые банки. Разделяем пополам основу, добавляем в каждую по 4 столовые ложки сахара, сухого кваса и квасного сусла. Заливаем теплой кипяченой или фильтрованной водой. Будущий квас оставляем в теплом месте не больше, чем на 2 суток. Все летний напиток и вкусное дополнение к окрошке готово.